Очередное заседание по делу директора лагеря Виктория Петроса Саркисяна снова отложили. Конвой не доставил главного фигуранта в суд. Оказалось, что Петрос Саркисян госпитализирован в еврейскую больницу. Второй обвиняемый зам Саркисяна Татьяна Ланина тоже на больничном, сообщила ее адвокат. Мені стало відомо, що в неї гіпертонія та щось з захворюванням серця. Я терміни не розкажу вам. Це буде видно, коли вона принесе лікарняний, який, коли буде закритий, тоді вона його і принесе. Сьогодні вона не могла принести ніякої довідки, а нічого, бо про це стало відомо, що прям так необхідно принести якусь довідку, бо стало відомо вчора. Адвокат не гарантирует, що к следующему засіданню, яке запланировано послезавтра, її подзащитна Татьяна Ланина появиться в суде. Фемиду вже нескільки засідань не може добитися показаний замдиректора. А вот обвиняємий в ненадлежащем исполнении служебних обязанностей, повлекшим гибель детей в лагере «Виктория», пожарний Леонид Бондарь заявил, что не понимает сути предъявленних ему обвинений. После того, как прокурор зачитал обвинительный акт, а судья спросил, все ли понятно подсудимому, между Бондарем, его адвокатом и судьей возникла перепалка. Ви не розяснили суть обвинения? Я розяснил суть. Ви назвали только статью. Вы статью назвали, что я виновен. А суть обвинения? Вы не розяснили. Присядьте. 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 Його приведу. Його приведу. Мы уведомили эту службу о своих намерениях, то есть они уже знают о том, что мы такую бумагу подали в суд. Значит, параллельно мы заявили ходатайство о рассмотрении вопроса в части возмещения ущерба, а именно наложении ареста на имущество или расчетный счет службы ДСНС. На следующем заседании, которое состоится 30 августа, суд ожидает появления представителя ведомства. После этого процесс продолжит рассматривать по сути.